здравствуйте еще раз меня зовут анастасия юрьевна разина я ветеринарный врач терапевт кардиолог ветеринарного центра катана и в городе его сегодня мы разберем такую тему интересную как тонометрия у собачек и у кошечек у наших пациентов не все владельцы прихотя на прием к нам знают что животным тоже можно измерять давление что это очень важная процедура и что котики собачки тоже могут болеть гипертензией то есть повышением давления у них могут быть состояние связанные с гипотензией снижением артериального давления и так что же такое тонометрия тонометрия это измерение артериального давления у животных и у людей в том числе да что такое артериальное давление это давление которое оказывает кровь которая течет по сосудам на стеночке сосудов она может быть нормальные повышенные пониженные артериальное давление обеспечивает то как хорошо кровь течет через органы и ткани то есть как хорошо происходит перфузия органов и ткани И насколько хорошо к тканям доставляются питательные вещества, кислород, и извлекаются из них углекислый газ и продукты обмена или метаболиты. Артериальное давление может зависеть от разных причин. Артериальное давление зависит от целого объема циркулирующей крови, потому что если вдруг у кошечки какая-то сильная кровопотеря или сильное обезвоживание, то соответственно объем циркулирующей крови может уменьшиться. Из-за этого давление в сосудах снижается. Давление также зависит от частоты сердечных сокращений, то есть насколько активно работает сердце. Если сердце работает очень активно, то давление будет сразу повышаться. И зависит от сопротивляемости стенки сосудов, то есть от того, насколько хороший тонус у сосуда. То есть если тонус у нас хороший, у нас давление будет нормальное. Если у нас тонус будет очень высокий, сосуды будут сужены, значит давление у нас может повышаться. Если сосуды будут наоборот сильно расширены, расслаблены по каким-либо причинам, то давление может снижаться. Итак, как я уже сказала, давление может быть сниженным, это называется гипотония. Давление может быть повышенным, это называется гипертония. Оба этих состояния, особенно если они в выраженной степени, то они могут быть достаточно опасны для жизни животного и для жизни человека в том числе. Из чего же состоит тонометрия? Тонометрия состоит из измерения систолического давления, из измерения диастолического давления и также измерения среднего давления. По поводу систолического давления, что это такое? Это давление в момент, когда сердце сократилось, то есть самое максимальное давление, которое может быть в сосуде сейчас, на данный момент времени. Диастолическое давление – это давление, когда сердце наоборот расслабилось, оно находится в покое, и оно может дать нам информацию, насколько хорошо держат давление самые маленькие сосуды в нашем организме или в организме нашего пациента. Среднее давление – это такая величина, которую вычислять нужно. То есть это либо врач вычисляет по формуле, либо делается вычисление внутри самого тонометра, если у нас тонометр автоматический. Такое давление важно для пациентов, особенно в интенсивной терапии, когда мы оцениваем таким образом, какое среднее давление за определенный период времени примерно держится в сосуде. Это очень важно также для того, чтобы понимать, насколько хорошо у нас органы обеспечиваются питательными веществами и кислоролем. Итак, многих интересует вопрос в принципе, как животные измеряют давление. Давление измеряют точно так же, как и людей. Есть несколько способов. Есть инвазивные способы. Они используются очень-очень редко, потому что, грубо говоря, нужно поставить специальный датчик внутрь самого сосуда у животного. То есть в любом случае это не постоянно и никогда на приемах не делается. Чаще всего это требуется либо когда какие-то исследования проводятся, либо на каких-то серьезных операциях. Также можно так измерять давление. И неинвазивные способы, они используются часто. Это всем нам привычный тонометр. Есть тонометр, который использует специальный датчик ультразвуковой. То есть мы должны нащупать сосуд и этим ультразвуковым датчиком специальным оценить кровоток в сосуде. И есть метод осциллометрии. Это как раз всем нам известные обычные тонометры, которые также используются у людей с манжеткой, с надуванием манжетки и прочим. То есть в манжете у нас надувается, как бы скапливается воздух. Мы груши надуваем, либо тонометр сам надувает. И надувание идет до того момента, пока не произойдется полное пережимание сосуда на лапке. То есть кровоток там останавливается. Потихонечку потом снижается давление в манжетке. И соответственно в тот момент, когда кровоток восстанавливается, тонометр как бы полностью опустошает манжетку от воздуха. Как выглядят ветеринарные тонометры? Ну в принципе они бывают очень-очень разные. У нас используется вот такой тонометр. Здесь высвечиваются циферки, какое это измерение, когда оно сделано было. И соответственно когда, во сколько, какое время это измерение было сделано. Ну и соответственно по счету какое это измерение. Здесь циферки для того, чтобы нам оценить само давление. Здесь систолическое, дистолическое, здесь среднее и здесь еще пульсы высвечиваются. Ну и кнопочки разные. Такой тонометр использовать можно и для собак и для кошек. Потому что вопрос только в том, как правильно подобрать манжетку. Потому что манжетки бывают разные. Вот такие вот манжетки, они маленькие. Обычно используются для кошечек. Вот, то есть они вот так закрепляются на лапку. И соответственно проводочек вставляется в сам тонометр. Для собак бывают манжетки побольше. Даже еще больше, чем эта манжетка. Ну принцип такой же. Штекер вставляется в тонометр и соответственно манжетка на лапку. Вот, что очень важно. Важно правильно подобрать манжету. Потому что все-таки у нас бывают и маленькие кошечки, и большие собаки. И от этого очень сильно может зависеть то, насколько правильно будет измерение. Потому что если мы возьмем слишком маленькую манжетку, то давление может быть завышенным. Если мы возьмем большую манжетку, оно может быть должно быть заниженным. Соответственно манжеточка определяется по окружности лапки. То есть примерно треть окружности должна быть шириной нашей манжетки. То есть ширина вот эта должна быть третью вот от этой длины. Как правило манжетки можно размещать в принципе на лапках, на передних лапках, задних лапках. Даже на корнях хвостика можно измерять давление. Потому что там достаточно крупный сосуд идет по хвостику. И соответственно стараться по возможности распределять манжету на уровне сердца. Какие правила измерения правильного давления? Мы все знаем прекрасно, что наши животные могут и чаще всего они находятся в состоянии стресса во время приема. И во время стресса, в том числе как вы понимаете из-за того, что пульс достаточно частый, кошечка или собачка боятся, может возрастать давление. В этом случае нам нужно сделать такие самые очень лояльные, такие очень адекватные условия для измерения давления. Во-первых, это тихое помещение, чтобы там рядом не сидела собака, не лаяла, не кричал кот, не шумел никто. То есть тихое, лучше изолированное помещение, с не сильно ярким светом. Желательно, чтобы владелец был всегда рядом. То есть котик без владельца чувствует себя, как правило, менее защищенным и больше стрессует. Желательно, чтобы измерение проводилось в переносочке. И желательно, чтобы в этот момент котика или собачку сильно врач или ассистент не трогал. То есть не всегда получается так делать, потому что некоторые пытаются убежать вместе с тонометром. Но по возможности желательно, чтобы было больше общества владельцев, меньше общества врача. Существует даже такое исследование, когда измеряли давление прямо на столе у котика с владельцем и с врачом. Когда измеряли давление у котика в переноске с владельцем и врачом. Вот самые адекватные цифры получались, когда котик в переноске с владельцем находится. Что еще важно? Лучше всего проверять давление до начала всех манипуляций. То есть до того момента, как мы взяли кровь, как мы сделали какие-то уколы, провели осмотры, различные узири, ангелогические исследования и прочее. То есть до того момента, пока мы кота, так сказать, не настращали еще сильнее. Конечно, бывает так, что животные в начале приема чувствуют себя очень-очень небезопасно. Да, они боятся. Давление может быть повышено. В этом случае, если, например, животное в конце приема уже более спокойно себя ведет, спокойненько он лежит или спит, то тогда можно в конце приема померить давление. Можно, например, в начале и в конце приема померить давление, особенно если у нас есть какие-то подозрения, что что-то не так. Это либо стресс, синдром белого халата, так сказать. Либо все-таки у кошки или собачки действительно высокое давление. Лучше всего тогда измерять динамики. По поводу времени, когда нужно будет измерять. В любом случае, даже это начало приема, если какие-то манипуляции проводились, нужно сначала животному дать небольшое время на адаптацию. То есть отстать от него минут на 5-10, чтобы оно успокоилось, село как ему нужно и давление пришло более-менее в норму. То, которое оно должно было быть дома изначально. И только потом измерять давление. Часто бывает, что котики ходят, собачки дергаются и, соответственно, давление тоже может цифры менять. В этом случае нужно обязательно измерять несколько раз давление. Мы измеряем от 5 до 10 раз и берем только те цифры, которые изменяются не более чем на 20%. То есть не так, чтобы 190 и 130 мы такие цифры берем. Если там несколько раз 140, значит это, скорее всего, то самое достоверное давление. Я имею в виду, что систолическое давление. Если у нас измерение давления планируется в динамике, то есть, например, сегодня измерили, через 2 недели измерили и так далее, то желательно, чтобы мы измеряли давление в одинаковых условиях. Во-первых, желательно, чтобы был один и тот же тонометр, одна и та же манжетка и, соответственно, те же самые условия. Такое же тихопомещение. Если в переноске измеряли, значит измеряем в переноске. Если на столе измеряли, значит измеряем на столе. То есть это те показатели, которые очень-очень важны. В принципе, по измерению это все. Что еще важно? Так как все равно многим животным приходится в динамике измерять давление, очень удобно использовать специальные бланки для записи артериального давления. Они, в принципе, много где используются. Это изображение из интернета. Вот так они выглядят. То есть здесь мы отмечаем, в каком положении котик находится. Он сидит, лежит, стоит, лежит на боку или на животике. На какой конечности измерялось давление или на хвостике. Какой тонометр использовался, какая манжетка использовалась. И сами измерения давления. Итак, что дальше я хотела вам еще сказать? Я хотела вам сказать, в принципе, для кого и для чего нам нужно это исследование. Так как оно очень важно. Ну, во-первых, рекомендовано измерять давление кошечка, который в состоянии уже таком возрастном. Чаще всего рекомендации, конечно, немножко по источникам разнятся. Кто-то считает, что с 7 лет, кто-то с 9. Ну, в среднем с 7-9 лет нужно будет уже задуматься о давлении своего котика. И, соответственно, измерять его. Планово, просто планово измерять давление рекомендуется возрастным животным 2 раза в год. Если же у нас есть какие-то отклонения в давлении, то, конечно, частоту измерения давления определяет всегда врач. Если это незначительные какие-то изменения, мы можем, например, перегласить через неделю или через 2 недели. Если у нас какие-то значимые измерения, то тогда измерения либо каждый день, либо вообще несколько раз в день приходится. Особенно, если это животное находится в стационаре интенсивной терапии. Также анестезиологи очень часто контролируют давление во время операции. Это тоже очень важный показатель в наркозе. Каким животным обязательно нужно измерять давление? Ну, во-первых, как я уже сказала, все пациенты, которые находятся в отделении реимации интенсивной терапии в тяжелом либо среднем тяжести состоянии, пациенты, которые поступают с травмами, пациенты, которые поступают в состоянии шока. Если у нас есть на приеме признаки наличия проблем со зрением, например, какие-то признаки того, что животное плохо видит, либо по офтальмоскопии, мы видим, что есть изменения сетчатки, какие-то кровоизлияния, обязательно нужно будет тогда измерять давление. Если есть, либо предполагаются какие-то проблемы с почками, если предполагаются проблемы неврологические какие-то, расстройства какие-то неврологические, если котики с ожирением, также, если у нас есть проблемы с сердцем, потому что в некоторых случаях давление может быть причиной утолщения сердечной мышцы, то есть потому что давление большое, сердечная мышца пытается подтолкнуть кровь через высокое давление в сосудах, соответственно, оно перекачивается, возникает гипертрофическая кардиомиепатия, то есть за этим тоже нужно будет следить, если животные давно уже какой-то сердечной патологией, может страдать сердечный выброс, то есть сердце из-за того, что оно слабое, оно может хуже выбрасывать кровь в сосуды, и, соответственно, давление из-за этого может снижаться, то есть таким кардиологическим пациентам очень важно измерять давление. И также некоторые эндокринные патологии могут приводить к изменению артериального давления. Такие патологии, как гипертириоз, это повышение концентрации гормонов щитовидной железы в крови, это синдром Кушинга, когда изменяется функция надпочечников. Часто бывает с сахарным диабетом животные приходят, и также мы у них наблюдаем высокое артериальное давление. Поэтому достаточно большому проценту животных на приемах мы измеряем давление сразу же на первичный прием, чтобы понять, во-первых, есть ли у нас какая-то вторичная проблема по отношению к первичной патологии, потому что чаще всего у животных редко бывает, чаще всего у животных вторичное повышение артериального давления вследствие чего-либо. Потому что у людей, наоборот, чаще диагностируют эссенциальную гипертензию. Это повышение давления первичное, изначальное, которое уже за собой ведет какие-то последствия. У животных все-таки чаще артериальное давление повышается вторично, особенно если у нас есть проблемы с почками. Также артериальное давление нам может помочь найти как причины расстройства относительно сердца, я вам уже сказала, то, что у нас может возникнуть гипертрофия миокарда из-за высокого давления. Мы можем запозвозрить какие-то последствия гипертензии. Например, гипертензия может влиять на сетчатку глаз, как я уже сказала, возникает отслойки, кровоизлияние и прочее. И, соответственно, какие-то проблемы с почками. И таким образом мы можем сразу понять, нам нужно как-то корректировать артериальное давление, или у нас сейчас на данный момент все хорошо. Что еще могу сказать? Как правило, многие спрашивают, какое давление у животных в норме? Ну, оно может немножко разниться у собак, у кошек, у собак, потому что разные размеры собачки. Но в среднем, вот если грубо-грубо говоря, таким грубым языком объясняя, у животного, который находится дома, в спокойной обстановке, никто его не трогает, оно не стрессует, оно спит, и давление, в принципе, должно быть примерно 120 на 80. Ну, грубо говоря, как у человека. Но так как животные у нас чаще всего на прием попадают в состоянии стресса, например, у кошек давление может на приеме подрасти аж до 160, даже 170 верхнее давление. Ну, конечно, если ближе к 170 или выше, то это уже считается признаком возможной гипертензии. Здесь нужно измерять в динамике и искать возможные причины гипертензии. Вот. Если у кошки, например, наоборот, давление на приеме какое-то, там ниже 120, допустим, то можно заподозрить даже гипотензию, потому что, скорее всего, в домашних условиях у нее еще ниже давление. Вот, в принципе, это все, что я вам хотела рассказать. Я смотрю, есть вопросики. Добрый день. Как часто нужно измерять давление? И, как я уже сказала, измерение давления рекомендуется возрастным животным минимум два раза в год. Тем кошкам, которые, например, старше восьми лет, собакам тоже примерно старше восьми лет. Или, если у нас есть изменение артериального давления, все зависит от ситуации. Ее определяют в расчистоту. Это от частоты раз в несколько недель или несколько месяцев до чистоты каждый час, если это стационар интенсивной терапии. Еще был вопросик. Как в такую жару помочь нашим животным? Спасибо за вопрос. Очень актуально на самом деле, потому что у нас сейчас по всей стране жара. Многие животные могут от этого страдать. В принципе, это, конечно, вопрос, не относящийся к теме, но я отвечу. Как правило, если у нас животные не болеют, у нас все хорошо, мы должны только предотвратить какие-то изменения, мы должны предотвратить перегревание, тепловые и солнечные удары. Самое главное, чтобы у животного была тень, куда он может спрятаться, прохладное местечко в доме. Не нужно отворять все двери и окна и распахивать все занавески. Нужно, чтобы было какое-то укрытие. И обязательно очень важно наличие воды. Даже если у вас водичка всегда в свободном доступе, находится где-то в определенном месте, собачка, кошечка всегда ходит туда пить, нужно обязательно обеспечить еще несколько источников воды. Желательно расставить в каждой комнате по мисочке с водой, чтобы животным было легче отойти до какого-то источника и попить. Стараться не гулять, особенно с мохнатыми животными, в самую-самую жару, когда солнце в зените. На прогулке тоже стараться, например, быть в тени. Всегда на длительных прогулках иметь с собой водичку. И что еще? Некоторых животных, очень-очень мохнатых, даже бреют иногда, чтобы им не было жарко летом. Они, конечно, потом отрастают. В принципе, наверное, на этом мы с вами закончим. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Если у вас вопросиков больше нет, тогда мы с вами заканчиваем. Если у вас вопросы будут какие-либо появляться, вы можете писать вопросы в комментариях. Будем стараться отвечать на все ваши вопросы. У меня сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok